Это праздник, который должен нас сделать добрее, должен нас заставить задуматься о том, что сегодня нет красных, нет белых. Сегодня надо отбросить идеологические, какие-то религиозные, может быть, предрассудки. А отбросить, может быть, какие-то политические взгляды, только для того, чтобы мы могли объединиться. Корнями этот праздник уходит глубоко в историю в те самые времена, когда Москва была освобождена от польских интервентов. 1612 год 17 века стал знаком для России. Именно 4 ноября народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского вынудило командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Для России День народного единства – праздник относительно молодой. Он стал официально отмечаться лишь с 2005-го. Однако сегодня он имеет массу традиций. Да, тут учат представители разных религий, разных конфессий. Белоруссия, где многонациональная страна, где все народы живут дружно, где государство не разделяет людей по принципу национальности, вероисповедания, цвета волос, глаз и все прочее. И здесь мы дружим все между собой. Сегодня на концерте мы это докажем делом. И действительно, концерт, подготовленный специально к празднику, стал очередным подтверждением тому, насколько близки представители соседствующих государств, насколько народы едины. В праздничной программе приняли участие коллективы и исполнители Брестского областного клуба национальных культур-содружества. В него входят представители пяти национальностей – поляки, евреи, азербайджанцы, русские и украинцы. Выступающие представили вниманию публике свое творчество. Сегодня будем показывать каждую свою культуру, песню, танцы и будем знать, кто есть кто. Мы были едины и остаемся. Посмотрите, что творится сейчас в мире.